не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем путь стяжание благодати прямой и безошибочный путь к богу и все чего не попросите в молитве с верою получите человек с острым зрением не тот кто хорошо видит других а тот кто умеет всматриваться в себя постигать других и не постигать себя значит потерять и других и себя как только появляются великие ученые появляются великий злодеи ибо мудрость мира сего есть безумие предполком даже если все люди начнут искоренять зло друг в друге она не исчезнет а умножится полюбишь многознание привлечешь зависть людей и уйдешь далеко от бога отречешься от многознания обретешь богопознание и любовь людей когда люди начнут жить по воле божией не имеет значения существует или не существует многознание ибо все водимая духом божием суть сына и божий если люди не живут по воле божией они начинают жить по ложным теориям которые их убивают на кресте человек всегда остается только один на один с богом если будешь спешить то жизнь не только не догонишь а потеряешь ее в чистой комнате не живут навозные мухи а в смиренном сердце дурной мысли в чем осудишь другого в то же впадешь и сам только еще больше чем тот кого ты осудил человек сам себе больше враг чем любой другой враг если в семье есть рыбак или охотник значит дома не все в порядке если в сердце есть привязанности значит оно больно человек сам себе мститель за свое неверие их конец погибель их бог чрево и слава их в сраме они мыслят о земном немость человека проявляется в том что он падает а достоинство человека в том что он снова встает и борется если человек упал то это еще не поражение поражение начинается тогда когда он отчаивается снова вставать и бороться в духовной брани побеждает тот в ком есть решимость не поддаваться никогда отчаянию от бесконечных падений и поражений в благодати живет наималейший а в гордыне наибольший непознаваемость пути божиих спасает нас единственно веры как написано не видел того глаз не слышал ухо и не приходило то на сердце человеку что приготовил бог любящим его чудо бытия сотворено так просто и спокойно как будто в этом нет ничего особенного люди борются за свою жизнь не обращая внимание на жизнь других людей и тем самым теряют свою жизнь общение людей на расстоянии это лицемерие общение людей вблизи полное непонимание которое преодолевается только вхождением в эти отношения христа обыденная жизнь со всеми ее мелочами самое загадочное явление во всей вселенной страх перед непостижимостью путей божиих и бесстрашие в постижении бога ставит сердце человека в предельно опасное испытание всех его сил и возможностей иначе не бывает сего времени царствие божие благовествуется и всякие усилием входят в него бог иногда рискует душой человека чтобы пробудить его из душевного усыпления искание бога это добровольное мучение души для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям я каждый день умираю сердце человека настолько таинственно что никто другой кроме бога не мог бы его создать ибо это сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа что драгоценно пред богом крайне мучительно для души искать бога но это самый захватывающий и увлекательный поиск который только может быть легко жить без исканий бога но это самое неинтересное и трагическое существование которое только можно себе представить победить этот мир или погибнуть от него иного выбора человеку не дано что тяжелее всего смирение что легче всего тщеславие что самое желанное покой что самое лживое суетливость начало гибели души нежелание слушать замечания начало спасения души умение слушать ибо всякое тщеславие есть зло господь сначала смиряя душу а потом выводит смирившуюся душу из мира теряя христа мы теряем все приобретая христа мы приобретаем то что нельзя ни вообразить не представить мы приобретаем того из кого это все и становится всем у нас один бог отец из которого все и мы для него и один господь иисус христос которым все и мы и когда монах с людьми он помогает людям как человек а когда монах один без людей он помогает им как бог во всем что происходит в мире дурного секрет прост виноват в этом только я потому что сердце мое не познала бога жизнь это всегда только воспоминание и только бог это постоянное соприсутствие истины нельзя сказать что мы счастливы потому что умрём нельзя сказать что мы несчастливы потому что совершенно умереть невозможно на духовном пути даже небольшое падение все равно падение и полностью решает душу богообщение ибо кто согрешит в одном чем-нибудь тот становится виновным во всем поиск условий для духовной тишины есть потери самой тишины которые дается верному сердцу одни люди ищут землю а другие небо и пути их несовместимы дети божьи и дети дьявола узнаются так всякие не делающие правды не есть от бога равны не любящий брата своего не пройдя через отчаяние не придешь к богу как бы много вещей нас не окружала мы абсолютно ничем не обладаем когда мы теряем наше призвание вечной жизни в боге для нас богами становятся вещи люди и мы сами постичь тайну бытия значит последовать ей блаженно слышащие слово божие и соблюдающие его воскресение это тайна самого божественного бытия привязанность это всегда потери живого бога ибо живущие по плоти богу угодить не могут необъятную глубину человеческого сердца может наполнить только бог любой человек который представляется нашим врагом и мучителем это образ божий утративший свою божественную красоту познать что-то значит последовать этому то есть научиться жить в соответствии со своим познанием а научиться так жить можно тогда когда мы каждую секунду начинаем жизнь заново несмотря на отчаяние и разочарование когда люди становятся плотью приходит смерть когда люди преодолевают плоть приходит бессмертие ибо плоти кровь не могут наследовать царствие божие и тление не наследует не тление поднимаясь на духовную вершину приходится жестоко страдать это наша плата за красоту которая открывается перед нами жить упорно держась за добро с неколеблющимся сердцем высокое достоинство человека одна дурная мысль одно представление одно мечтание это отпадение от бога и жизнь мысли умерщвляем душу когда она колеблется и уступает им каждую нашу молитву предваряет в начале призыв божий к этой молитве самую высокую гору вблизи всегда закрывают предгорье нужно суметь добраться до нее а затем взойти как можно выше сначала мы сами цепляемся за суетную обманчивую жизнь а потом она жестоко преследует нас и убивает потерпеть поражение неудивительно но удивительно при этом остаться не сломленным и победить это одно из действительных достоинств человека для истинного монаха ночь становится подобно ясному дню а день становится подобным ночи разумеющий да разумеет хочешь познать этот мир умрешь и все узнаешь мысли могут противостоять человеку но богу противостоять не могут ибо царство божие не условия а в силе и когда мысль временно а тот кто видит мысли вечен Конечная цель всякой мысленной деятельности – привести сердце к забвению Бога, к греху, к блуду, к духовной, а затем и телесной смерти. Чтобы прийти в себя, нужно уйти от себя. Какая бы мысль ни начинала действовать, через несколько мгновений она оборачивается мыслью блуда, гнева или осуждения. Мысли всегда вне субъекта. Пребывай в глубине самого себя, там, где Христос, где молитва. Убить человека – это значит жить вместе с убитым в своем сердце до конца жизни. Это самая страшная сторона любой войны. Чтобы получить самый высокий небесный дар, нужно отказаться от самого дорогого земного дара – от этой жизни. Добро побеждает всегда, когда человек держится за него. Добро побеждает не так, как мы этого ожидаем, потому что оно побеждает, не борясь. Добро не борется за себя, потому что оно и есть неуничтожимая вечная жизнь. Мало прийти в свою келью, в ней нужно еще уметь прийти в самого себя. Если взять двух человек, один немножко плохой, а другой немножко хороший, который из них лучше. Получается, что немножко плохой. Если взять двух человек, одному 40 лет и больной, а другому 60 лет и здоровой, которым из них ты хотел бы стать? Трудно сказать. Если взять двух людей, одного простого, а другого умного, то всегда победит простой, только не сразу. Таков духовный закон. Показное смирение не внушает доверия и есть скрытая гордость. Одна капля смирения – лучше моря добрых дел без смирения. Человек весь мир всегда носит с собой, хотя мир в этом не нуждается. Выслушать наставление и не исполнить – все равно, что получить лекарство, поблагодарить за него и выкинуть. Выслушать наставление и исполнить – все равно, что получить лекарство и принять его с благодарностью. В любом деле можно найти правильный путь – смирение. Самый лучший гость – тот, который не приходит совсем. А тот, который торопится уйти – самый лучший друг. Правдивое слово всегда имеет привкус печали. Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства, навыкам приученные к развлечению добра и зла. Трудно увидеть дно в чужом сердце. Еще труднее – увидеть небо у себя в сердце. Юность подобна весенней грозе. Зрелость подобна летнему ливню. А старость похожа на мелкий осенний дождь. Летний день кажется бесконечным, но не утомляет. Так и молитва. У каждого человека есть выбор, что читать – святых отцов или ученых-глупцов. Человек – это солнечный лучик, отпавший от солнца и утонувший в грязи. Душа, которая не текущена ни единой пылинкой, может парить в небесах. Завтра – это вчера, которое пришло тебе проведать сегодня. Упадешь в вызвесть – разъезд все тело. Упадешь в похоть – разъезд всю душу. В любом случае погибнешь от любопытства, если прыгнешь в кипяток или заглянешь в глаза женщины. В любом случае погибнешь от жажды, если захочешь изведать границы пустыни или узнать пределы похоти. В любом случае потеряешь жизнь, если захочешь утолить шажду морской водой или похоть удалить блудом. Если ты нашел того, кто приведет тебя к Богу, значит, ты заново нашел отца и мать. Если ты ценишь свою жизнь, то живи ради добра. Если не ценишь, то зачем ты родился? Знающие заблудились и погибли. Незнающие научились и спаслись. «Я, я!» – кричит заводная игрушка. Но кто будет кричать «Я, я!» – когда кончится завод? Эй, кусок глины! Как только ты перестанешь бормотать «Я, я!» и скажешь «ты», то сразу станешь человеком и услышишь «Чада!» – прощаются тебе грехи твои. Нагруженный книгами верблюд. Неужели ты думаешь, что теперь-то ты пролезешь в игольное ушко? Слушай, богач, все равно придешь к своей могиле, ограбленной до нитки. И кому достанется то, что ты заготовил? Будь подальше от тех, кто много рассуждает. Будь поближе к тем, кто больше молчит. Хочешь узнать то, что для тебя важнее всего? Научись слушать. Трудно найти святого, еще труднее найти ученика. Ты прочитал много книг, словно наелся шелухи. А кому же досталось зерно? Кто затворит свои чувства и станет глупее всех, тот вряд ли станет несчастнее всех. Сладкое слово недолго живет на языке, утопучье сердце не знает вкуса духовного меда. Что такое богоборчество? Протест от «почему я не святой, да почему я не Христос?» Невозможно перепрыгнуть пропасть на 90%. Ее можно перепрыгнуть только целиком. Что такое жизнь мира сего? Медленно прогрессирующие сумасшествия тех, кто от мира. Потому они и говорят по-мирски, и мир слушает их. У греха есть путь назад, а у добра пути назад нет и быть не может. Даже умирая, монах должен сохранить свою душу, непобежденной врагом. Настоящая – это вечность, в которой нет ни прошлого, ни будущего. Не опоздай стать монахом, чтобы стоять в свободе, которую даровал нам Христос. Ищи то, что никогда тебя не оставит, а то, что тебя оставляет, не то. Семь раз подумай, один раз скажи, а лучше промолчи. Золотое правило монаха. Божественная воля любит порядок. Человеческая воля – беспорядок. Сатанинская предпочитает хаос. Желание души измениться и быть с Богом – это и есть истинное покаяние. Спеши сказать о своих недостатках, прежде чем о них не сказали тебе другие. Спеши обличить себя, прежде чем тебя не обличили другие. Обличи самого себя, и тебе не нужно будет обличать других. Не спеши жить, чтобы не спешить умереть. Если ты думаешь, что вокруг тебя живые люди, не верь своим глазам. Живых очень мало. Остальные просто мертвые. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Не привыкай жить и не живи, чтобы привыкнуть. Если в сердце есть тревога, значит, ты не знаешь Бога. Не дай заботам нынешнего дня погубить заботу о стяжении вечности. Бог — волшебный стрелок. Стреляет один раз. Точность изумительна. Цель — спасение души. Пока не отдашь все, что имеешь, и всего себя людям, не найдешь счастья. Если бросишь против ветра горсть пыли, она вернется к тебе пыльной бурей. У каждого человека есть сердце, но уметь жить поближе к своему сердцу — это особое искусство. Если не согласишься каждый раз признавать, что ты ничто, ничего не добьешься в жизни. Но стоит только смириться, и печаль ваша в радость будет. Духовная жизнь — это битва с умом за внимание. Отчаяние — это тоже разновидность рассеяния ума. Человек тупеет от тупиков жизни, в которые он загоняет сам себя. Если ты не чувствуешь, как в твой ум пытается войти чужой ум, значит, ты не знаешь, что такое искушение. Чем меньше знаешь, тем ближе к истине живешь. Искушение подобно морской волне, и если ты имеешь смелость войти в него, оно проходит мимо тебя, ибо оно боится смелых. Не выторговывай у Бога утешение, и Он утешит тебя. Если перестанешь обращать внимание на самого себя, твое внимание обратится к Богу. Если день пасмурный, свети сам тем добром, какой имеешь, и вокруг тебя станет светлее. Победить тьму может только Христос, который и есть правда. А все, что не Христос, победить тьму не может. Поэтому мы и молимся Христу, чтобы Он помог нам утвердиться в этой истине. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Что такое наш характер? Это наши недостатки. Что такое наши достоинства? Их у нас нет, ибо это дары Божии. Агрессия души и есть признак того, что виновата в ее несчастьях. Несмирение. Бог от каждой души ждет монашества, но не формального, а самой его сути. В чем эта суть? Конечно, в самом главном – в смирении. Тогда всякая душа будет с Богом. Истинная радость незаметно для людей приходит к ним от Бога. А люди ждут ее от мира, который только обещает радость, а дать ее не может. Найдешь нескончаемый источник радости и полюбишь ближних такими, как они есть. И радости вашей никто не отнимет у вас. Поиск истоков радости возможен в любых условиях и приносит настоящее счастье. И в этом нет страха одиночества. Молитва и иночество – это просто вспомогательные средства. Бог один, но он не одинок, ибо дух дышит, где хочет. Человек одинок, но он не один, когда он с Богом. Пока ты узнаешь, ты приобретаешь, но как только ты остановишься, все потеряешь. Печально, когда ничтожные мелкие привычки портят большую и прекрасную жизнь. А люди, которые так много могли бы достичь, впустую растрачивают свои силы на эти ничтожные мелочи. Души святых восхваляют самоотверженное послушание, превозносят до небес истинное смирение. Благоговеи начтут святое отречение и склоняются ниц до самой земли перед благоразумным молчанием. Не ищи счастья, не найдешь несчастья. Не беги от скорбей, а беги от людей. Тот, кто принимает помыслы, похож на человека, который прислушивается к тому, что ему шепчут на ухо дурные люди. Тот, кто слушает, что ему шепчут на ухо помыслы, похож на человека, который вступил в заговор с убийцами. Тот, кто вступает в заговор с мысленными убийцами, похож на человека, который послушно исполняет повеление главного убийцы. Тот, кто соглашается с помыслами, становится опасен для всех людей, как человек, который соглашается с убийцами на убийство. Тот, кто не принимает помыслы, становится стойким в хранении сердечной чистоты, как человек, который не прислушивается к соблазнительным нашептываниям злых мыслей. Тот, кто не слушает, что ему шепчут помыслы, становится мужественным в хранении сердечной чистоты, как человек, который отвергает общение с убийцами. Тот, кто не вступает в общение с помыслами, становится преданным правде, как человек, который смело отвергает повеление главного убийцы. Тот, кто не соглашается с помыслами, становится защитником всех людей, благодаря чистоте своего сердца, как человек, который отдает свою жизнь ради жизни других людей, закрывая их от убийц своим телом. «Счастлив тот, кто умеет счастье хранить, а кто не умеет, как он может быть счастлив?» Жизнь — это мельничный жернов, в котором есть ось покаяния. И жернов жизни не может вращаться без оси, потому что покаяние — это ось всей жизни. Жизнь подобна стволу дерева, а сердцевина — дерево жизни — это покаяние. И дерево жизни не может жить без сердцевины, без покаяния, потому что покаяние — это сердцевина самой жизни. Часто бывает так, что те, кто считает себя умнее других, и есть главные дураки. Никогда не будет пользы в том, чтобы называть дурака дураком. Тот, кто говорит «на другого дурак», узнает в нем самого себя. Тот, кого назвали дураком, успит спокойно, а тот, кто сказал «на другого дурак», ворочается сбоку навок. Скажешь «на другого дурак», прикусишь потом свой язык. Держи язык за зубами, ведь ты не знаешь, кому помогает Бог, тебе или дураку. Хочешь узнать приметы дурака? Он других всегда называет дураками. Хочешь научиться терпению? Скажи себе, потерплю тысячу лет, а потом будет легче. В навозной куче хорошо чувствуют себя только черви и навозные мухи. Так и в этом мире хорошо устраиваются только люди от мира сего. Как высоко курицу не подкинь, она все равно на землю сядет. Как скупого не упрашивая тречься от скупости, он еще скупее станет. Богатство, что клей, прилипнуть легко, а оторваться трудно. Лучше перебор в доверии, чем перебор в недоверии. Лучше перебор в добре, чем перебор в строгости. Ибо заповедь его та, чтобы мы любили друг друга, как он заповедал нам. Люди ищут свою суету, а суета ищет своих людей. Живя в миру, трудно из него выйти. Но когда действительно выйдешь из мира, потом ни за что не захочешь в него возвращаться, несмотря на все его обещания. Ибо душа полностью понимает, что все его обещания абсолютно лживы. Эта жизнь похожа на болото, которое засасывает тех, кто на это соглашается. Как в навозной куче, сколько в ней ни копайся, не найдешь золота, так и в мирских рассуждениях, сколько их ни слушай, не найдешь Бог. Жизнь похожа на чашу весов. Если в одном месте хвалят, то в другом считают последним негодяем. Болоха небольшая, но когда блох много, их укусы очень болезненны. Так же и мысль. Мала, но когда дурных мыслей много, они могут отравить жизнь человеку или даже убить его. Начальная молитва – это молитвенные слова, и такая молитва совершается с усилием. Совершенная молитва – то, что скрывается за молитвенными словами и приходит само, без усилий. Пойми, что из всех слов, которые ты знаешь, всего лишь пять слов «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», принесут тебе покаяние, любовь и спасение. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Хочешь запомнить, что такое зло? Зло – это наше маленькое злое я. Отвергни его, и зло потеряет опору и уничтожится. Потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Когда мы молимся о всех людях, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», мы соединяемся со всеми людьми, а когда говорим «помилуй их», разделяемся с ними. Чтобы уметь молиться о других, нужно уметь полностью забыть о себе. На божественную вершину ведут два пути. Путь жестокий и трудный – это путь борьбы с самим собой. Путь легкий и радостный – это путь любви и забвения самого себя. Первый путь открыт для всех. Второй путь – открывает душе сам Господь. Хочешь научиться совершенной молитве? Научись трудиться без помыслов. До тех пор, пока мы полностью не доверимся Христу, нас преследует уныние и отчаяние. Если есть скорби, значит, еще есть эгоизм. Отсутствие эгоизма – это совершенная свобода и единение со Христом. Отвержение самого себя есть тайна тайн, сокровенная тайна, которая открывает души Бог. Хочешь понять тайну отвержения самого себя? Придай себя полностью Христу. Враг не удаляется от сильных, он удаляется от кротких, ибо знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Если ум праздный, любой труд напрасный. Хочешь услышать Христа? Ищи молчание, ибо Он там. Хочешь жить с Богом? Не стремись ни к чему, живи без всего. Единственное, что нужно, это правильно понять, что это такое. Хочешь научиться молитве? Все свои скорби и радости обращай молитву. Хочешь научиться смирению? Научись хранить мир души, когда тобой и пренебрегает. Хочешь научиться без попечительности? Живи там, куда приведет тебя Бог. Хочешь научиться без страстию? Научись спокойно выслушивать все, что тебе говорят. Хочешь войти в тайну Божества, преодолей мир. И Бог не замедляет открыться тебе, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Как бычок не рвется, а все равно возвращается отдохнуть к колышку, к которому он привязан. Куда бы твоем ни уклонялся, все равно ему придется научиться непрестанной молитве, чтобы найти покой в Боге. Этот мир не мир жизни, как он нам видится. В действительности это мир смерти. И действительно живых в этом мире очень мало, ибо мертвые обещают мертвому свободу, будучи сами рабы тклеяне. Когда монах один, он ищет утешение в Боге. А когда монах не один, он ищет утешение в ближних. Главное не то, какие мы есть, когда читаем духовную книгу, а то, какие мы есть, когда ее закроем. Сначала мы не способны на добро, а потом по мере очищения сердца становимся неспособны на зло. Разожми руки, которыми ты ухватился за этот ненадежный и обманчивый мир. Пища монаха молитва. Пища монаха молитва. Чтобы монашество было плодотворным, оно должно открывать душе все возможности для ее развития. Ты гибнешь от сребролюбия? Тогда не вини деньги, вини свою привязанность к ним, которая съест плоть вашу, как огонь. Тот, кто жалуется, не имеет помощи от людей. Кто ропщет, не имеет помощи от Бога. Когда мы живем без Бога, наше сердце подобно железу. Когда мы устремляемся к Богу, наше сердце становится сырой глиной, из которого оно было когда-то сотворено. А затем оно подобится мягкому чистому воску, на котором отпечатается лик Христов. Почему люди перестают быть хорошими, когда ты начинаешь с ними жить? Потому что тебе самому нужно много потрудиться, чтобы они смогли жить с тобой. Если ты хочешь быть победителем в духовной брани, не бойся быть многократно побежденным и никогда не отчаивайся в помощи Божьей. Если ты всю свою жизнь будешь терпеть поражение в духовной борьбе и умрешь, не успев победить, не сомневайся, Бог примет тебя победителем. И сия есть победа, победивший мир, вера наша. Предполагать, что источник зла находится в ком-то другом, а не в самом тебе. Преступление перед Евангелием. Сердце, живущее тем миром, приспосабливает Евангелие для себя и для этого мира. А сердце, оторвавшееся от этого мира, отдает себя Евангелию, и только такому сердцу Евангелие открывается само. Невозможно говорить о Боге, когда сердце привязано к миру. Когда сердце привязывается к этому миру, он удерживает сердце тончайшей паутины. А когда сердце хочет оторваться от этого мира, его паутина становится стальными цепями. Как солдат всегда готов сражаться, так монах всегда должен быть готов отречься от себя, чтобы принять освящение истины. Рыба, выпрыгнувшая из раскаленной сковородки и упавшая в реку, хотя и обожена жаром сковородки, радуется тому, что упала в воду и избежала гибели. Так монах, который отрекся от мира и избежал его губительного огня, но впоследствии снова занялся мирскими делами, подобен той самой рыбе, которая опять лезет на раскаленную сковородку, чтобы окончательно дожариться. Чтобы стать несокрушимым камнем веры, нужно терпеть все удары зла, потому что только терпение дает прочность, чтобы переносить их ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Если ты думаешь, что все твои нынешние усилия в покаянии и очищении сердца совершенно бесполезны, верь, что они подобны пшеничным зернам, упавшим в плодородную почву, которые принесут тебе великий урожай, превосходящий все твои нынешние усилия. Поэтому вера необходима. Сначала мы разгоняем машину нашей жизни в ложном направлении, а когда успеваем догадаться и понять, что перед нами стена, нам нужно успеть затормозить и повернуть обратно. И очень печально, что многие не успевают это сделать. Зерно, упавшее в хорошую землю, начинает расти, когда тепло солнечных лучей прогреет почву, а дожди умягчат ее. Мы не видим, как зерно прорастает под землей, но с верой ожидаем появления ростка. Это подобно начальному этапу нашей духовной жизни. Когда мы не обнаруживаем никаких всходов после долгого времени, почва требует, значит, почва требует, чтобы в нее несли удобрение. В духовной жизни это означает, что почва нашего сердца требует отречения от наших земных привязанностей. Когда, наконец, росток показывается на поверхности, мы видим, что он очень слаб и не имеет сил. Земля покрыта коркой и сорняками. Тогда крестьянин берет мотыгу, рыхлит землю вокруг ростка и удаляет сорняки. В духовной жизни наши страсти подобны корке на нашем сердце, а дурные помыслы подобны сорнякам. Только целомудрие дает душе решимость и стойкость во всех испытаниях. Если хочешь всегда быть сытым, ешь всегда только простую пищу. Если хочешь всегда быть счастливым, говори всегда только добрые слова. Кто делает добро, тот от Бога. Если позовут, откликайся. Если подвинут, подвигайся. Делай лишь то, чего не делать нельзя. Прощай всех, и все будут твои друзья. Будь рабом Божиим, но не будь рабом написанной буквы. Ибо тот раб Божий, кто таков в сердце, по духу, а не по буквы. Чтобы понять возвышенные вещи, нужно понять свое ничтожество. Не ищи счастья для себя, и оно обязательно придет к тебе. И если будешь жить своей жизнью для себя, твоя жизнь никому не будет нужна, тем более Богу. Чем больше помыслов, тем больше ошибок. Хорошо примирять себя к людям и не примирять людей к себе. Что такое истинная свобода? Это свобода от дурной деятельности ума в покое мира Христова. Сначала душа должна достигнуть бесстрастия, а затем от бесстрастия в душе возгорается любовь к Богу. Представление ума это его нечистота, постоянно свергающий ум в дурные помыслы и фантазии и отделяющий его от созерцания божественной славы. Как умирает тело, так должен умереть и ум, чтобы жить с Богом в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Для порочного человека даже здоровье не в добро, а для доброго даже болезнь на пользу. Чем больше отсечешь в себе плохого, тем больше оставишь людям хорошего. Когда человек начинает возноситься в мыслях и желаниях, в его жизни происходит упадок, несмотря на все его усилия удержаться. И наоборот, когда человек смиряет себя в мыслях и желаниях, ему в жизни удается сделать много хороших и добрых дел. Тот, кто стремится в этой жизни подняться как можно выше, становится ее накипью. Люди разделяются расстояниями, а сердца сближаются с состояниями. Не соединяйся с собой, а соединяйся с Богом. Чем больше говоришь, тем более холодным делаешь свое сердце. Не ошибись, ищи свою настоящую Родину, которая тебя никогда не предаст. Неизреченный мир Христов, о горнем помышляйте, а не о земном. С неба опустили золотую цепь. Ты ухватился за нее, и, перебирая ее руками, звено за звеном, полагаешь, что притягиваешь эту золотую цепь к себе на землю. Но в действительности ты поднимаешься по ней и вместе с ней, ибо она сама поднимает тебя на небо. Такова сила молитвы. Многие люди ищут духовных утешений, и лишь немногие ищут самого Бога. Когда земное наше тело умирает и закрывает глаза, тогда открываются глаза души. Если сможем закрыть глаза души, тогда откроются духовные глаза, истинные глаза божественного зрения. Внутри духовного человека развивается иная жизнь, иное существо, непредставимое человеку мира сего. Облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Пока люди всю жизнь ищут утешений, Бог ищет людей, которые искали бы только его. Чем больше людей исследует, что такое святость, тем меньше становится святых людей. Чем больше человек хочет познать Бога, тем больше он должен измениться внутренне. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Лучше оставить людей и искать самого себя, чем стремиться к людям и потерять самого себя. спасение слишком серьезно, чтобы разменивать его на пустяки, а жизнь не настолько значительно, чтобы верить ей лжи. Самое лучшее, что должен хотеть ум, это то, чтобы он ничего не хотел, кроме Бога. Дурная мысль, если не быть осторожным, непременно доведет до гибели. Отказ от дурной мысли, если быть решительным, непременно приведен к Богу. Человек предназначен для неба, а он закапывает себя в землю. К Богу прорваться невозможно, ибо он сам приглашает навстречу с собой. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Когда человек полностью отдает себя Богу, тогда Бог полностью отдает себя человеку. не ищи правды в этом мире лжи. Лучше отрекись от него как можно скорее, иначе он обманет тебя, как обманул всех, кто искал в нем правды. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Если начать искать самого богатого, то им окажется самой обыкновенной нищей. Если начать искать самого славного и почетного, то им окажется самой простой и униженной, ибо в духовной жизни все наоборот. Когда тринешь все видимое, будешь всем обладать, но смотреть будешь на все, чем обладаешь, как на пыль. Если хочешь увидеть иной мир, не имей даже соринки в своем глазу. Но что можно увидеть, когда в твоем глазу бревно? Если хочешь познать то вечное, что тебе принадлежит, не имея ни одной дурной мысли в сердце? Но что можно познать, если твое сердце злобнее и похотливее, чем сердце дикого животного? Замени память о мире беспрестанной памятью о Боге, и сможешь увидеть умственный свет. всякий плод вырастающий на земле есть ложь и суета, всякий плод вырастающий на небе есть правда и истина. Самые горькие земные плоды блуд и душевная слепота, самые сладкие небесные плоды целомудрие и духовное созерцание. Железному сердцу, чтобы оно исправилось, нужны удары молота. Восковому сердцу достаточно мягкого прикосновения любвеобильных рук Бога. Стоит лишь разнять руки, и люди теряются навсегда. Но стоит сблизиться сердцам, и люди находят друг друга навечно. да будут все едино. Чистое сердце лишь чистые песни поет, а грязное сердце везде себе грязь найдет. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но оскверненные и умы, и совесть. В миру кость уходит от кости, и плоть разлучается с плотью. А на духовном пути ум соединяется с сердцем, и дух соединяется с истиной. Только успел шагнуть на край земли, и вот тебе уже шестьдесят лет. Только успел увидеть край небес, и вот уже закончилась жизнь. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. «Чем дальше от мира, тем чище душа, чем дальше от дурных мыслей, тем радостней на сердце, соединившемся с Богом, который избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Звуки песен и мирского веселья для того, кто поселился в лесу в ручья, веян глубокой печалью. Но еще большей печалью кажется миру уединенная тишина зеленого веса и лепят лесного ручья. Без слез глядеть на мир невозможно, а он проливает свои слезы над тем, кто скрыл себя под черной рясой. Вникни в то, из чего рождается тишина прямо здесь и сейчас, ибо другого времени у тебя больше может не быть. Не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Вникни в то, что создало тебя, что живет в тебе и что будет жить и тогда, когда ты исчезнешь, подобно пылинке. Вникни в то, где ты найдешь покой, где ты никогда не узнаешь смерти, даже если сокрушаться и земля и небо. Если собрать вселенную воедино, то вся она уместится в одном наперстке. Познай ценность своей души, не имеющей никаких пределов. Не соблазняйся веществом и образами мира. Ведь дух твой не имеет образа, и он засияет ярче солнца, когда ты познаешь его. У того, кто сидит одиноко в своей келье, какие у него радости? Не знает. Как у него печали? Не ведает и довладычествует в сердцах ваших мир Божий. Дружба друзей коротка, словно жизнь у бабочки однодневки. Дружба с тем, у кого чистое сердце ценно, но встретить его труднее, чем в пустыне воду. Проповедников добродетелей оглушают аплодисменты, отделатели сердечной чистоты умываются поношениями. Только тот, кто совсем одинок, может любить людей от всего сердца. Только тот, кто совершенно беден, может быть действительно щедрым. Если хочешь жить на земле, невозможно не отречься от неба. А если хочешь жить на небесах, невозможно не отречься от земли. Что такое любовь? Как стяжать любовь? Стяжи истинную чистоту сердца, не допускай ни одной блудной мысли. Мир это область предательства. Если в нем жить, его законы неизбежно распространяются на его последователи. Люди сами ограничивают свою жизнь теми ограничениями, которым они привязались и которые не желают оставить. Чувство Родины нам дает только Бог и никто иной. Поэтому сам Бог и есть наша истинная небесная Родина. жизнь это учебник, который закрывается только с последним вздохом. Если сумеешь оставить воспоминания, сумеешь начать жить новой жизнью, которая всегда прибудет с тобой и никогда не отнимется от тебя. Если хочешь подражать Христу, оставь все. Если хочешь подражать миру, оставайся в миру. Если хочешь полюбить всем сердцем Бога и ближнего, не люби мир. Если любишь мир, как сможешь полюбить Бога и ближнего. Невозможно полюбить врагов, не оставив этот суетный мир, любя его и борясь за него с людьми. Если ты не способен полюбить врагов, значит пока еще твое отречение от мира ложное, и мир еще привлекает тебя своей ложью. Одни люди радуются вещам, а другие радуются тому, из кого возникают вещи и в кого ходят. Человек это осуществление мечты Бога. на что потратишь свою жизнь, то и будет смыслом твоей жизни. Из маленьких правд большую правду не создать, ибо большая правда не состоит из маленьких правд. живет только тот, кто переделывает себя. Без этого любая жизнь всего лишь самораспад. Покой мира Христова это не мертвость, а истинная жизнь, преодолевшая тление, порожденная суетой и грехом. У смирения нет отпусков, ибо оно всегда зовет только вперед. Перерыв в смирении это прекращение становления быть человеком. Тот, кто думает, что он чего-то добился на духовном пути, ошибается, ибо он добился лишь того, что остановился в своем движении и повернул вспять. Человеческое достоинство состоит в том, что человек может противостоять злу в себе и так уподобиться Христу, который протягивает ему руку помощи в этом восхождении. Если зло побеждает нас, когда мы этого действительно не хотим, то с каждым разом мы становимся все сильнее. Самое опасное для тебя это твой ум, который тебе не подвластен, ибо он не знает, что ты его истинный хозяин, но эту власть ты должен получить им Бога. Если хочешь узнать человека, смотри на то, что он такое, а не на то, кто он такой. Если ты не смирился сегодня и отступил, то завтра не смиришься в другом, а затем в третьем. Начни бороться за себя сейчас, в этот самый миг, чтобы вся твоя жизнь не пропала зря. Если обретешь тишину своего сердца, ты обретешь тишину самой вечности, в которой пребывает Господь. Стижи тишину сердца в покое от суетных мыслей и обретешь самого себя в Боге. Когда человек встречается лицом к лицу с Господом, то ему уже не нужны ответы на его бесчисленные вопросы, ибо то, что заполнит его до самых глубин, и есть самый лучший ответ, который может дать только Господь, полнота его благодати. Молитва должна постоянно рождать другую молитву. Так приобретается непрестанная молитва. Непрестанная молитва порождает непрестанную решимость, смирение и непрестанную любовь. Так приобретается спасение. Пока ты жив, борись за чистоту сердца. Если не борешься, то чем-то отличаешься от мертвого. Все, чем ты не живешь здесь и сейчас, не твое. Твое это то, что ты сумел изменить в себе и что стало твоей жизнью. В целомудрии рождается юность, но не та юность, которая стремится к буйству чувств и ощущения. новая юность стремится к такой же вечной юной вечности и к вечно новому и всегда родному Богу. Человеку, родившемуся во Христе, свойственно расти. Сначала он становится больше своего тела, затем больше окружающего его мира, затем больше самого пространства, пока не соединится навсегда с бесконечным Богом. Спасать себя нужно не один раз жизнью. Нужно уметь спасать себя каждый день. Учись копить нетленные вещи в запас на эту приходящую жизнь, а благодать и истину на вечные времена. в поиске Бога сердце оживляют ревность и усердие, а не правила распорядки и уставы, которые всего лишь охраняют ревность и усердие от крайностей. Люди подобны окнам, через которые мы можем видеть Бога. Если ты хочешь увидеть свое будущее, займись настоящим, ибо оно перед тобой, и в твоих руках оно становится твоей жизнью и твоей сущностью, неотъемлемых от жизни самого Бога. Если ты хочешь увидеть свое будущее, сумей увидеть свое настоящее, ибо будущее это всего лишь переход от одного настоящего к другому настоящему, и только в настоящем тебе дано узреть Бога. Ближние нас укрепляют, а враги закаляют. «Иди за Богом, и твоя жизнь устроится. Начни устраивать свою жизнь, потеряешь и ее, и Бога». раздражение и уныние первые признаки заболеваний души, за которыми следуют болезни, гнев и похоть. Первые признаки выздоровления души, покаяния и надежды, за которыми следует обретение душой здоровья, решимости и божественного утешения. Если в тебе еще нет потребности и жажды обращаться к Богу постоянно, а только изредка, твоя вера еще не стала настоящей. Признак человека, обретшего Бога, исходящий из него тишина и покой. Если день за днем будешь стараться расти духовно, то незаметно для себя перерастешь землю и коснешься неба своим сердцем. Живя на земле, каждому приходится выбирать, ради чего жить. Ради того, чтобы стать удобрением или ради того, чтобы стать светом добра и этим светом светить людям. Спасение очень просто, но мы утратили нашу простоту и стали сложными. Поэтому нашей сложности непросто понять эту простоту спасения. если ты сможешь жить, не упустив ни одну минуту, только тогда ты сможешь сказать, что действительно начал жить. Что такое любовь? Как в чистом небе живет солнечный свет, так и в чистой душе свет небесный. Для того, кто любит жизнь, она становится призрачной. Для того, кто любит Бога, жизнь становится вечностью. Обычные люди любят обычного Бога, но сам Бог любит необычных людей, которые готовы любить необычного Бога. Чем меньше ходишь по больницам, тем больше остается здоровья. Чем меньше имеешь дело с дурными мыслями, тем светлее на сердце и тем крепче дух и тело. человеком. Когда Бог делает человека человеком, Он отвечает возмущением и ропотом. Но когда Он все же станет человеком, возмущение и ропот сменяются горячей благодарностью и любовью. Тот, кто смотрит по сторонам, потеряет себя и не найдет Бога. Тот, кто смотрит в свое сердце, забудет мир, обретет себя и встретится с Богом. Тот, кто служит миру, служит вещам и выбирает суету. Тот, кто служит Богу, любит только Его и выбирает Его вечность. Бесконечные перемены — это бесчисленные облики мира. Но неизменность — это лик самого Бога. Любая вещь не несет в себе радости. Этой радостью нас наделяет только Бог. Прилагать вещь к вещи — то же самое, что прилагать смерть к смерти. Но прилагать радость к радости события с Богом — это значит прилагать жизнь к жизни до полного ее спасения. Тот, кто любит Бога, нашел источник, который насыщает его ненасытима, ибо он течет в жизнь вечную. небытие не освобождает человека, оно лишь покрывает его тьмой. Человека спасает лишь соединение с бесконечной свободой Бога, где есть только свет и никакой тьмы. вселенная нуждается в том, чтобы в ней билось человеческое сердце. Но сердце человека не нуждается во вселенной, оно нуждается в Боге, который бы обитал в нем. Мир предлагает запоминать даты рождения и смерти. Бог предлагает узнать лишь одну дату, дату преображения твоей души. нет ничего страшнее той тупости, которую приносит страсть к богатству. И нет ничего прекраснее той свободы, которая открывает душе любовь ко Христу. Когда человек ищет Бога, он ищет его для себя. А когда человек находен Бога, он обретает его для всех. Если в твой дом принесут грязь, не допытывайся из какого она места, выброси ее сразу. Если в твое сердце проникнут помыслы осуждения, не допытывайся правы они или нет, они только грязь. Пока ты любишь Бога, ты растешь, и душа твоя расширяется, чтобы принять его вместе с ближними, которые тоже участвуют в твоем росте. Если хотя бы одной ногой останешься в тюрьме, все равно тюрьма. Если хотя бы одним помыслом останешься в миру, все равно рабство. Если хочешь подражать Христу, оставь все. Если хочешь подражать миру, оставайся в миру. Перед любовью отступает даже пространство и время, и врата ада не одолеют ее. Если любишь Бога, терпи все. Если терпишь все, понимаешь, что значит любить Бога. Ибо Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Что такое любовь? Сущность любви всегда быть любовью. Сущность доброты всегда быть добротой. Хорошо любить всех, но знать хорошо только Бога. Потому что кто любит Бога, тому дано знание от Него. Жизнь не любит гордых, так же, как гордые ненавидят жизнь. Бог Сам привлекает к себе тех, кто не только хочет, но и может его любить. Одна только любовь учит прощать. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Сначала мы боимся неизвестного в себе, а когда она открывается у нас как любовь, мы понимаем, что эта любовь непостижима. Предельная любовь отдать свою жизнь всему, что существует. Предельная ненависть уничтожить себя и других. Совершенная любовь высочайший и редкостный дар. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Если вера, надежда и любовь останутся для нас только красивыми словами, духовной жизни не получится. Настоящая любовь и настоящая дружба одно и то же. Господь всех нас любит, но мы не любим Господа. В этом и боли трагедии нашей жизни, ибо люди более возлюбили тьму, нежели свет. Любовь спасает, а привязанность губит, и враги человеку домашние его. Бог для страдальца становится величественной птицей, уносящей его с земли на небеса. Это птица любовь. Любить кого-то одного не значен быть добрым. Невозможно быть по-настоящему добрым без любви к Богу. Тот, кто действительно любит Бога, не ищет к себе жалости. Когда душа восходим к Богу, все ее силы объединяются в любви, а когда не спадает в картыню, все ее силы разделяются, пораженные ненавистью, злобой и отчаянием. Христос это поистине огонь любви, поедающий все страсти, ибо любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Любовь к Богу должна быть напряженной, но никогда не должна быть чувственной. Что такое любовь? Божественная любовь это открытое сердце. Все у вас добудет с любовью. душевная любовь это тень и призрак божественной любви. Никто не благ, как только один Бог. Глубокое изменение души возможно лишь тогда, когда человек проходит через страдания, укрепляясь верой и надеждой, имея целью предельное приближение к Богу любви, к той любви, которая не от этого мир. Чудеса Божии это мир чудесной сказки, той сказки, которую Бог рассказывает своим детям. Сказка любви. Лучше быть любовью, чем думать о любви. Чувствительная сентиментальность это не истинная любовь. Слезливая плаксивость это совсем не духовные слезы. любовь может быть только правдой, а правда это всегда любовь. Божественная духовная любовь не может остыть, остывает и прекращается только человеческая любовь. Божественная любовь никогда не прекращается, а течет из сердца как поток живой воды. И чем больше течет, тем больше расширяет сердце. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Любовь должна победить на земле, а если не победит, то ее поражение все равно станет победой. Божественная любовь перестать не может. Она может только возрастать в вечности. Если хочешь узнать божественную любовь, то сначала научись не гордиться. Изначально была любовь, которая создала мир. Любовь существовала всегда. Не было времени, когда не существовала любовь. Если много рассуждать и говорить, не сохранишь любви. Не будь зависимым от книг и слов, а не только наши помощники. Учись пребывать беспрерывно в любви. Отвергнись всего, что препятствует любви во Христе. Это есть истинное покаяние. Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим. Когда нет любви, мир приносит боль, только боль. Если бы любили меня, то возрадовались бы. Все кроме любви неправда. Любовь не иссякает никогда, ибо прекратиться не может. Беспрерывно умоляй Христа даровать тебе пребывание в божественной любви, ибо кто не прибудет во мне, извергнется он. Созерцание любви — это пребывание в любви. Любви ничто не может противостоять, она побеждает все, даже смерть. «Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Только один самый родной — Христос. Только одно самое родное — любовь, которая и есть Христос. Нигде и никогда не может быть и новой источник счастья, кроме любви. Истина только одна, как и любовь. Мысли о любви — это еще не любовь. А любовь живет там, где нет мыслей, где есть только одна любовь. Для любви важен не ум, а разум. Любовь — это сердце, а ум — это полное отсутствие любви. В любви будьте единым и цельным, как и сама любовь. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомыслен. Пребывай всегда в самом осредоточии жизни — любви. В созерцании любви проси только любви, дабы любовь ваша еще более и более возраст в познании. Все существует лишь благодаря любви. Только непосредственно познав божественную любовь, ты сможешь жить в ней вечно. в любви полностью заканчиваются все вопросы, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. Если в нас нет любви, мир губит нас и убивает. Если в нас есть любовь, весь мир наполняется любовью. все ложное находится вне любви, ибо любовь это вечная правда. пребудь в божественной любви. Этого достаточно для тебя навсегда, ибо заповедь его есть жизнь вечная. Всегда действуй только в любви, из любви и любовью. Христос есть любовь, и это огонь, поедающий все мысли и страсти и дарующий души вечную жизнь. Христос есть любовь, и это твоя единственная и вечная Родина. Если сможешь отвергнуть все мысли, найдешь великое счастье в том, что останется в божественной любви. Из любви все рождается и в любовь все возвращается. Пребывающий в доверии к любви живет в любви и рождает только любовь. Пребудете в любви моей, как и я пребываю в его любви. Любовь не знает никакого насилия, ибо только в любви исчезает всякое насилие. Изначально любовь пребывает такой же неизменной и вечной. Только в любви через любовь можно познать начало всего. Неизменный закон любви все приводить к совершенству, потому что любовь это совершенство. Любовь это предельное смирение, в котором нет и не может быть никакой гордости. Кто посвятил свою жизнь достижения любви, соединяется с любовью. Тот, кто соединяется с любовью, соединяется с чистотой любви, потому что любовь есть чистота. Истинная божественная любовь это предельная чистота любви. Тот, кто действует без любви, не достигает любви, погибая за то, что не принимает любви истины для своего спасения. Любовь избегает тщеславных и гордых. Она любит добрых и смиренных. Любовь любит тех, кто любит ее. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Любовь следует только любви и не подчиняется никому. Одна капля вечной любви дороже всей вселенной. Для любви нет никого и ничего потерянного. Она объемлет все и все влечет к себе любовью. Любовь не терпит никакого принуждения. Через насилие и принуждения не достигнешь любви. Любовью невозможно править и невозможно ее подчинить себе. Кто избегает непокоя сердца, богат любовью. Кто живет в любви, живет в вечности. Всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Избери в жизни самая существенная любовь, а все остальное подобно праху. обрети в сердце любовь и обретешь все. Не найдешь любовь, значит, не найдешь ничего. Когда в человеке есть любовь, он всюду распространяет мир, как душистый цветок свой аромат, ибо это запах живительной на жизнь. Для чистой любви нет преград ни на земле, ни на небе, ибо с нею вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не отдавай сердце мыслям, отдай его божественной любви. Любовь не терпит распущенности, которая чужда любви. Истинная любовь не нуждается в объяснениях и оправдании. Истинную любовь ничто не может застать врасплох. Совершенная любовь ни от чего не зависит. Стоит только появиться привязанности, хотя бы на волосок, и любовь теряется. Как только появляются мысли о любви, они разрушают любовь. Любовь всегда едина, потому что не знает разделенности. Только чувствительное и страдающее сердце может вместить любовь. Только чувствительное сердце добровольно обрекает себя на предельные страдания ради любви. Если ты думаешь, что ты обрел любовь, значит, ты не обрел ее. Тот, кто много рассуждает и говорит, часто терпит неудачу в любви. Станем любить не словом или языком, но делом и истинным. Возвышенная чистота любви выглядит в этом мире как унижение, но помогает всему нижен. Правда, чистой любви для людей кажется лукавством, но она не нуждается в доказательствах. Самоуверенные жестокие люди не достигают возвышенной чистоты любви и не знают ее. Что такое истинное счастье? Жизнь в чистой любви. Чем меньше плотской любви, тем больше любви божественной. В божественной любви полностью исчезает плотская любовь и существовать не может. Совершенный любовь не нуждается ни в каких средствах для ее контроля. Глубочайшая чистота любви никогда не считает себя властелиной людей. Чем больше в любви чистоты, тем любовь совершенней. И будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. богатство и власть никогда не могут быть спутниками любви. Чистота любви – это постоянство в любви. Быть как любовь значит пребывать вечно. Веруйте в свет, да будете сынами света. Самое главное – сама любовь, а не ее земные проявления. Чем возвышеннее и чище любовь, тем меньше в ней этого суетного мира и похоти его. Любовь требует постоянных и целенаправленных усилий, а не одноразовых. Все тяготы и скорби ради любви учись встречать достойно. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас. Чем больше монах пребывает в мыслях о помощи миру, тем хуже идут дела и у него, и в миру. И наоборот, чем больше монах обращается к любви и к Богу, тем лучше дела и в миру, и у него. Любить самый высший подвиг, а ненавидеть самое большое преступление. Самое страшное в жизни – это утратить любовь. Ревность хочет только владеть, а любовь хочет только отдавать, ибо в любви нет и не может быть ревности. Божественная любовь ищет самоотдачи и смирения, а плоская любовь – самопочитание и обладание другим человеком. Совершенная любовь постоянно пребывает внимательной, без всякого внутреннего перерыва. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенно есть в нас. Плоская любовь держится на самоудовлетворении, она всегда только берет. Божественная любовь является полной самоотдачей, она всегда только отдает. В чистоте любви всегда до последнего дыхания стремись к еще большей чистоте любви, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Помыслы и страсти это смерть, а жизнь и любовь это Христос. Оставь помыслы и страсти, вывери жизнь и любовь Христа. Мир помыслов страшится любви Христа, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. С одной стороны каждого человека ждет Христос и его любовь, а с другой стороны ужасающая бездна, готовая всегда принять всех людей до одного. Постоянство признак истинной любви. Самое страшное иметь привязанности и совсем не уметь любить. привязанность к человеку это отвержение Бога Человека Христа, но любовь к Бога Человеку Христу это полное приятие всех людей. Твоя Родина вечная любовь. Любить блудом значит убивать и распевать саму любовь, ибо любовь не делает ближнего зла. В мирской суете не найти любви, а в любви мирской суеты. Бог привлекает к себе душу крутостью и любовью, а дьявол притягивает к себе душу острыми ключами сладострастных мыслей, которые растлевают, расслабляют ее и умерщвляют. Начало спасения человека ненависть к своей душе ради любви к Богу. Ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Если любовь к Богу выше раздаяния милостыни, помощи людям, строительства храмов и монастырей, даже выше непрестанной молитвы, тогда сердце, полное любви к Богу, самое лучшее, что может иметь человек. Ибо если любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Пока не растопчешь самого себя, не научишься любить Бога и людей. Если кто-то дотянулся до небес, значит, множество людей подставили ему свои плечи. И в этом великое братство людей. Признак преданности человека божественной любви – отсутствие страха перед людьми и обстоятельствами. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Все, что совершается без любви, любые поступки и деяния порочны. Совершенная любовь чиста, ибо в ней ничего не осталось, кроме любви. Всегда держи в уме, что предстоит умереть в любви. Любовь всегда ищет отдать себя и никогда не ищет, чтобы брать. Любовь всегда только отдает, а привязанность всегда только берет. Говорить о любви, о которой невозможно рассказать, значит потерять любовь. Когда сердце полностью отдает себя Богу, то приходит такая полнота жизни, что душа перестает чувствовать себя одинокой и делится избытком жизни с другими, избытком любви. Белый цветок всегда остается белым и днем и ночь. Так и сердце полное любви к Богу. Человеческая любовь приводит к отчаянию, а любовь к Богу приводит к беспредельному возрастанию любви, насколько может вместить человеческое сердце. И радости вашей никто не отнимет у вас. Сердце, которая умерла для любви человеческой, обретает вечную жизнь в любви к Богу. Труднее всего сделать самое легкое, полюбить Христа всем сердцем и отдать Ему свою жизнь. Сначала Бог любит нас, а потом дает нашему сердцу узнать, как любить Его. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Любовь ко Христу – это вечная свобода, в которой нет никакого насилия. мы не умеем любить Бога, только Бог может любить нас и научить своей любви. Чистота сердца стяжается только предельными усилиями души и является милостью Божией. До тех пор, пока ум не просветится божественной благодатью, все, что Он делает, Он совершает по земным ложным представлениям, полагая, что Он живет по Христу, и обманывает сам себя, полагая, что испытывает духовную любовь. Если выберешь любовь, то поймешь, что любовь бессмертна, ибо любовь никогда не перестает. Если выберешь мир, то поймешь, что выбрал свою смерть. Свобода человека состоит в том, что он не должен быть порабощен ни одним помыслом и ни одной страстью, чтобы стяжать любовь. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Свобода человека в божественной любви, которой дарует души человека спасение. Уметь любить Бога и человека самое трудное искусство. Суть любви чистые сердца. Это любовь, не имеющий границ. Лечит только любовь, а лекарства лишь средства. Невозможно ждать хорошего от самого себя. Все хорошее возможно для нас только от Бога, когда к Нему устремляется все наше сердце. Изменись и найдешь смирение и любовь. Остановишься, все потеряешь. Когда мы любим в людях Бога, то такой любовью можно делиться с людьми бесконечно. Но стоит лишь полюбить самого человека, забыв о Боге, тогда делиться будет нечем. Любовь исчезнет и станет эгоизмом. Ни один человек не решен возможности любить Бога и ближнего. И тот, кто жалуется, что не видит любви от людей и от Бога, не прилагает никаких усилий сделать эту возможность осуществимой. Если допустить в сердце ненависть, она легко найдет множество причин, чтобы ненавидеть. И только любви не нужны никакие причины, чтобы любить. Чем больше поставишь перед собой книг, тем больше стена между тобой и Богом. Когда поднимаешь голову к небу, не видишь землю. Когда опускаешь голову к земле, не видишь неба. Как эхо не перекричать криком, так людей не переведить спорами. Если ты будешь помнить, что язык это твой меч, ты будешь пользоваться им осторожно. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok